Аэропорт Лос-Анджелес, Калифорния, 24 октября 1947 года. Пассажирский самолет Douglas DC-6 американской авиакомпании United Airlines готовится выполнить беспересадочный рейс 608 из Лос-Анджелеса в Чикаго. На борт самолета поднимаются 52 человека, 47 пассажиров и 5 членов экипажа. А пилотировать Douglas сегодня готовятся командир воздушного судна 42-летний Эверет Макмиллен и второй пилот 25-летний Джордж Грисбах. А в салоне самолета работают три бортпроводника. В 10 часов 23 минуты экипаж получает разрешение на взлет, и самолет Douglas DC-6 отрывается от взлетно-посадочной полосы Лос-Анджелесского аэропорта и берет курс на Чикаго. Полет проходит в нормальном режиме на высоте 5800 метров по правилам визуальных полетов. Поскольку в те дни не было национальной сети управления воздушным движением, вместо этого во время полета пилоты общались только с диспетчерами авиакомпаний, которым они сообщали о прохождении определенных точек маршрута, отмеченных на их картах. В течение следующих двух часов полета пилоты сообщили о пересечении Фанаты, Даггета, Сильверлейка, Лас-Вегаса и Сент-Джорджа. А во время последнего доклада о своем местонахождении экипаж оценил прохождение Брайс-каньона, расположенного в штате Юта, в 12 часов 22 минуты. Но вместо доклада о пролете контрольной точки, с самолета тревожным голосом командир Макмиллен сообщил, что в заднем грузовом отсеке бушует пожар, который экипаж не может потушить своими силами. Также пилоты сообщают, что салон заполнило дымом, в связи с чем принято решение об аварийной посадке в аэропорту Брайс-каньона. Пилоты приступают к экстренному снижению самолета, но во время снижения начинает разрушаться хвостовая часть, и самолет становится неуправляемым. Диспетчер получает сообщение от пилотов, что они пытаются снижаться, но у них не получается стабилизировать самолет. Далее, в 12 часов 26 минут самолета докладывают о выборе места для посадки. Пилоты в заполненной дымом кабине борются с управлением, пытаясь найти место для аварийной посадки, и спустя мгновение видят очертания взлетно-посадочной полосы аэропорта Брайс-каньон. Диспетчер получает сообщение от экипажа, что они видят полосу и начинают выполнять посадку, но данное сообщение с самолета DC-6 становится последней, после чего связь прерывается уже навсегда. Согласно показаниям очевидцев, авиалайнер подходил к Брайс-каньону со стороны юго-запада, когда за 32 километра до аэропорта из него начал выходить словно белый дым, который затем сменился уже густым черным дымом. На удалении 24 километров от аэропорта свидетели наблюдали уже пожар в нижней части самолета, примерно в районе центральной секции. Примерно в половине первого дня летящий в западном направлении Дуглас-Диси-6 рухнул на землю в 2,5 километрах юго-восточнее аэропорта Брайс-каньон и взорвался. Все 52 человека на борту самолета погибли, что делает данную авиакатастрофу по числу жертв крупнейшей в истории штата Юта. А на момент событий она была еще и второй крупнейшей авиакатастрофой самолета в США. Также это было первое происшествие в истории самолета Дуглас-Диси-6. Следователи еще изучали обломки, когда 11 ноября, то есть менее трех недель спустя после катастрофы в Брайс-каньоне неожиданно раздался телефонный звонок из штата Нью-Мексико. У другого Диси-6 авиакомпании Американ Аирлайнс также начался пожар в хвостовой части самолета, но экипаж успел выполнить посадку в Галапе, причем никто из 25 человек на борту самолета не пострадал. Да и основную часть конструкции самолета удалось спасти. Следователи при осмотре самолета обнаружили пятно у вентиляционного отверстия, из которого следовало, что оттуда происходила утечка топлива, а в районе воздухозаборника находилось темное пятно от горящего топлива. Сразу после происшествия в Галапе полеты всех 80 самолетов Диси-6, включая президентский борт номер один, были остановлены и запрещены до выяснения обстоятельств и внесения необходимых доработок. Место падения рейса 608 было быстро отцеплено, после чего начались поиски обломков. Найденные обломки при этом быстро доставляли в Санта-Монику на завод Douglas Aircraft Company, где их идентифицировали и оценивали. Также впервые в истории была проведена реконструкция самолета на специальном макете от начала центроплана до заднего гермошпангоута. Был сделан и отдельный макет для системы кондиционирования, чтобы можно было оценить скорость распространения пожара и степень наносимых им повреждений. Но все улики указывали на то, что пожар начался из-за воспламенения топлива, которое потом усиливало пожар. Реконструкция распространения пожара показала, что огонь начался в районе воздухозаборника из-за накапливания поступающего спереди топлива. Горючее указанным путем могло поступать только из вентиляционного отверстия дополнительного топливного бака номер 3, а значит этот бак оказался переполнен, после чего топливо вытекло через вентиляционное отверстие, потекло назад, где его поры воспламенились в нагревателе воздуха, после чего загорелось уже само скопившееся топливо. Согласно показаниям ранее работавшего в экипаже пилота, командир судна регулярно выполнял перекачку топлива между баками путем наклона самолета, причем достаточно большого, а потому мог пропустить момент окончания и тем самым переполнить третий дополнительный топливный бак. Время обнаружения пожара примерно совпало со временем, когда ориентировочно была начата перекачка топлива. Также в ходе расследования было определено, что пожар точно происходил не в заднем грузовом отсеке, хотя на борту находился груз, большая партия фотовспышек, проведенные военно-воздушными силами и компанией General Electric испытания доказали, что слишком мала вероятность срабатывания этих вспышек, а даже если это и произошло, то вырабатываемое при этом тепло было бы недостаточно для возгорания легковоспламеняющих веществ, которые могут быть в багаже или экспресс-почте. Причиной как крушения в Брайс-каньоне, так и почти фатального инцидента в Галапу в конечном итоге стали недостатки конструкции. Воздухозаборник обогревателя салона был расположен слишком близко к вентиляционному отверстию запасного топливного бака номер 3, и если пилоты допускали переполнение топливного бака во время плановой перекачки топлива между крыльевыми баками, это могло привести к тому, что несколько галлонов избыточного топлива вытекло из вентиляционного отверстия бака и затем попадало в систему обогревателя салона, что привело к возгоранию топлива. Именно это вызвало пожар, уничтоживший самолет Юнайтед в Брайс-каньоне и серьезно повредило самолет American Airlines, который приземлился в Галапу. В конечном итоге Совет по гражданской авиации установил, что причинами крушения самолета в Брайс-каньоне стал конструктивный недостаток. Недостаточная подготовка экипажа к аварийной ситуации и неспособность экипажа остановить перекачку топлива до того, как бак переполнился. Впоследствии конструкция самолета была доработана с целью повышения пожарной безопасности. В том числе были перенесены вентиляционные отверстия дополнительных баков номер 2 и 3 и внесены доработки, чтобы предотвратить вытекание топлива внутрь конструкции самолета. Изменили и конструкцию системы подогрева и вентиляции воздуха в салоне и кабине. А также были изменены и руководство полетной эксплуатации, раскрыв возможные опасности при эксплуатации. В ходе расследования были обнаружены и другие изъяны конструкции лайнера, не связанные с данной катастрофой, но устранение которых повысило безопасность самолета в целом. А что думаете вы, друзья? Поделитесь своими мыслями в комментариях. До новых встреч!